Мне сегодня очень приятно, что господин премьер-министр приехал, и у него есть возможность познакомиться с господином Дайхманом, про которого я ему очень-очень много, честно признаюсь, рассказывал. Я рассказал ей о моей личной встрече, что я был у господина Дайхмана, как он принял меня. Я рассказал о долгой истории нашего сотрудничества, начиная с немецкой стороной сотрудничества с 95-го года. Это была сначала миссия Цистерн, это был сначала доктор Вайзе, это был сначала господин Вилли Штайман, потом мы поднялись на серьезный уровень сотрудничества с господином Дайхманом. В этом сегодняшнем здании есть труд каждого из вас присутствующего. Я хочу сказать вам всем спасибо, всем горожанам, всем депутатам, советникам, примару хочу сказать спасибо, районной администрации, больнице. Хочу сказать всем-всем-всем, кто причастен к этому проекту, то, что мы сегодня являемся свидетелями и открываем этот проект, хочу вам всем сказать спасибо. Это сообща наш общий труд, но мы не смогли бы реализовать этот проект и все наши желания, если бы не было замечательной души человека, который проникся, который понял нашу боль и который реализовал этот проект, это господин Дайхман. Я хочу ему от имени всех вас сказать большое спасибо, низкий поклон ему за то, что он делает, господин Дайхман, башканы. Вы делаете настолько много, что, может быть, даже многие не понимают масштабы той помощи, которую вы нам оказываете. Я знаю, что ваша деятельность всесторонняя. Я знаю, что вы уделяете внимание и старикам, и молодежи. Я знаю, что вы сегодня будете в 4 часа открывать проект детский. Очень важный, кстати, проект, господин Дайхман. Очень нужный проект. Потому что наше государство имеет сложности, не может выделить много средств для того, чтобы мы поддержали детей. А то, что вы нам в этом помогаете, и сегодня открываете еще и вулканешт, как детский центр, это просто замечательно, и мы вам очень благодарны. Для нас этот проект очень важный тоже. Могу сказать, что более 20 миллионов лей было вложено этим фондом в Гагаузию. Господин Дайхман, я абсолютно уверен в том, что у вас появился в Молдове еще и друг, премьер-министр Республики Молдова, господин Юрилянко, которому я передам слово, и он вам сам все скажет. Продолжение следует...